Она пыталась бежать, но была задержана при выезде из города. 18-летнюю садистку Надежду Киселёву, устроившую жестокую расправу над 15-летней школьницей в Солнечногорске, уже допросили следователи. Как она объяснила произошедшее, в каком состоянии сейчас пострадавшая и была ли она единственной жертвой Киселёвой и её малолетних подельников? Репортаж Александра Карпова. Уже через 30 минут после эфира программы «Вести Москва» была поднята по тревоге вся полиция Солнечногорска. И вовремя Надежду Киселёву перехватили на трассе Москва-Санкт-Петербург буквально в последний момент. Она бежала из города. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была остановлена автомашина. В качестве пассажиров данной автомашины находилась 18-летняя местная жительница, подозреваемая в совершении хулиганских действий. Что ей вменяется сейчас? Хулиганство. Данная статья предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Поразительная гуманность закона, учитывая то, что натворила Киселёва. По словам очевидцев, она вместе с 16-летним приятелем заманила несовершеннолетнюю школьницу в заброшенный дом и поставила девочке ультиматум – изнасилование или избиение до полусмерти. Происходившее зверство снимала на мобильный телефон ещё одна – 13-летняя школьница. Из-за чего всё произошло? Из-за чего. Просто ребята захотели поразвлекаться. Какие повреждения у девочки, по-двоему, сегодня? Ну, травмы на лице, царапины, почки отбиты, ну и проблемы уж какие-то по-женски. Девочке очень повезёт, если она не останется инвалидом. Её били ногами, в живот и по голове, поджигали волосы, бросали на бетон. Как убеждены жители Солнечногорска, избитая – далеко не первая жертва этой подростковой банды. Надежда Киселёва уже имеет условный срок за побои. Пусть сидит, нечего на свободе делать вообще. Почему? Ну, потому что не место таким людям. Пусть отвечают свои поступки теперь. К кому, к какой группировке относились Надя и Артём? Ну, как Артём говорил, что вроде торпеды, а Надю вот ничего не знаю про Надю. Ну, они были болельщиками, скинхедами кем? Болельщиками. Ну, фанатами драться ездили. 16-летний сообщник, задержанный Надеждой Киселёвой, проходит по тому же уголовному делу. Но пока на свободе, под подпиской о невыезде. Кроме следственных органов, в ситуации пытается разобраться целая комиссия. Представители районной администрации обещали, что окажут пострадавшей любую необходимую помощь. Принято решение о выделении материальной помощи в размере 50 тысяч рублей. Также мы проговорили с главным врачом центральной районной больницы о бесплатном прохождении любого лечения. Все расходы, которые так или иначе будут связаны с поддержанием дальнейшего здоровья ребёнка, администрация района возьмёт на себя. С пострадавшей уже работают социальные работники и психологи. Сегодня девочка успешно, с отличием, сдала школьные экзамены. Александр Карпов, Егор Вожлецов, Олег Добин. Вести. Москва. Столичная полиция проводит проверку по факту драки между 23-летним стоматологом и главврачом медучреждения 54-летней женщиной. Конфликт произошёл в 26-й детской стоматологической поликлинике на улице маршала Новикова. После него заявление в полицию написал и стоматолог Иван Степанов, и его начальница Ольга Сагина. У обоих зафиксированы побои. Драка завязалась после того, как к Степанову пришла комиссия, в составе которой была и главный врач. Сам стоматолог утверждает, что его били сразу несколько руководителей за отказ подписать акт с претензиями к нему. Гарик Марленович схватил меня за шею, удушающим приёмом сбросил с моего рабочего стула на кафельный пол. Я ударился. И начали вместе с другим заместителем по общественно-хозяйственной деятельности наносить удары по мне. При этом Сагина Ольга Владимировна выхватывала у меня из рук телефон, которым я продолжал снимать. Что спровоцировало агрессию и кто кого на самом деле бил, теперь предстоит выяснить органам внутренних дел. Департамент здравоохранения Москвы также начал служебное расследование. Я встретился с коллективом и выслушал много всего разного. И принял решение до того, как закончится служебное расследование, все участники конфликта с одной и с другой стороны отстраняются от выполняемых ими обязанностей. Они уничтожают красоту ради собственного удобства и экономии. С расширением сети платных парковок все больше водителей предпочитают оставлять свои автомобили на газонах. Их не смущает вся отвратительность подобного поступка и не пугают возможные штрафы. Как город и его жители борются за сохранность деленных уголков, выяснял Антон Воронин. Завидев камеру, водитель, запарковавший машину там, где должен быть газон, пытается скрыться. Но после дождя это сродни гонкам по бездорожью. Это результат того, что здесь люди вот так вот оставляют машины, сюда проезжают. Да тут его никогда, газона не было. Был газон. Мокрое и грязное месиво вместо зеленой травы. С появлением на улице Щепкина платной парковки водители, не желающие тратиться, начали ставить машину за бордюром. Мы в центре живем, нам и так дышать нечем. Ходим, да, замечания делаем людям. Они, как бы, говорят, а нам вот негде парковаться. Такое же нашествие ежедневно случалось на газон напротив здания Федеральной антимонопольной службы. Чтобы оставить тут машину, водители, царапая днище своих дорогих иномарок, переваливались через высокий бордюр. Мешают машине постоянно, мешают водителям, устраивают драки, ругань постоянно. Проблему с укатыванием газона здесь, в центре Москвы, на Садово-Кудринской улице, решили вот таким образом. Надстроили еще один уровень бордюра поверх существующего. Машинам такую высоту уже не взять. Призвать к ответу любителей парковаться на газонах сегодня могут только инспекторы Департамента природопользования, которых на все проблемные участки явно не хватает. В мае начинается такая активная парковка, с мая месяца. И в течение всего летнего периода, 130 случаев, нами выявлено более полутора миллионов рублей, наложили мы штраф. Цифра могла быть больше, но чтобы взыскать 5000 рублей с каждого нарушителя, инспектору нужно не просто сфотографировать номер машины, но и пройти череду длинных запросов, получить данные водителя из ГАИ. Сейчас обсуждают возможность передать функции контроля за парковкой на газонах в Центр обеспечения дорожного движения. Там и система штрафов уже отлажена, и глаз больше. И завали невыгодный для природы обмен. Забирали песок, а отдавали мусор. Из-за предприимчивых дельцов некогда зелёная зона в Лунёвском поселении Солнечногорского района превратилась в пустыню и свалку твёрдых бытовых отходов. Мы уже не раз рассказывали об этой экологической катастрофе, и вот, наконец, делом заинтересовались следователи. Все подробности у Антона Толмачёва. По нескладным объяснениям рабочего, какие-то люди попросили его приглядеть за техникой. Что это за люди и для каких целей им экскаватор и бульдозер, молодой человек, конечно, ответить не смог. Приедет кто-нибудь, нет? Начальство какое-нибудь? Я русский не понимаю. Ответы на эти вопросы пытаются найти и инспекторы из областного министерства экологии. Сюда регулярно выезжают с проверками. Пока безуспешно. Если застать работу ещё, то уже будут приниматься меры по изъятию транспортных средств. Пока не удавалось их за работу застать, да? К сожалению, пока нет. Правда, судя по местным пейзажам, работы здесь почти не останавливаются. На грузовиках вывозят песок, а обратно везут мусор. В день проходит по показаниям местных жителей порядка 500 машин с твердыми бытовыми отходами, которые все сюда складируются и заваливаются полезным грунтом, чтобы это было не видно. Песок тоже далеко не увозят. Складируют прямо через дорогу от карьера. Тихо здесь стало только пару недель назад. Здесь было очень бойкое место. И машин было здесь, ну, мягко говоря, сотни-десятки. То есть вы сюда могли приехать? Конечно, да. Расценки порядка 7 тысяч рублей за машину. По данным следователей, за три года коммерсанты вывезли отсюда почти 800 тысяч кубометров песка. Природа получила и без того серьёзный ущерб. Но жажда прибыли чуть не привела к экологической катастрофе. Экскаваторы каким-то чудом остановились прямо у скотомогильника с сибирской язвой. Очень близко, очень близко от этого скотомогильника, потому что там буквально десятки метров. Выявленных нарушений оказалось более чем достаточно для возбуждения уголовного дела. Возбуждено уголовное дело по факту тайного хищения песка неустановленными лицами в особо крупном размере. Ушлым коммерсантам грозит срок до 10 лет и штраф до миллиона рублей. А вот ущерб, нанесённый природе Солнечногорского района, оценён в 200 миллионов. Антон Толмачёв, Сергей Котенко, Игорь Беликов, Александр Косинков. Вести. Москва. Солнечный день, самое сердце Москвы и литературный восторг. На Красной площади открылся фестиваль «Книги России». Пространство поделили на несколько тематических зон. В ассортименте не только лучшие отечественные, но и зарубежные издания. От антикварных томов до электронных книг. В программе также встречи с писателями, мастер-классы и лекции. Книжный праздник продлится до 28 июня. В связи с проведением фестиваля в центре Москвы ограничено движение транспорта. Так нельзя проехать по Ильинке, от Рыбного переулка до Васильевского спуска. Ограничения действуют с 10 утра до 10 вечера, до воскресенья включительно. В госавтоинспекции просят заранее выбирать маршруты объезда. Высокие технологии служат высоким целям. В столичных клиниках осваивают новый формат онлайн-лекций. Молодые специалисты и студенты со всей страны теперь могут перенимать опыт лучших московских коллег и следить за сложнейшими операциями через интернет. Об этой и других технических новинках, которые уже пришли на помощь столичным врачам, Ольга Соловьева. Эту операцию показали на всю страну. В каждое движение слово хирурга фиксирует камера. Видео транслируют прямиком в интернет, на общедоступный сайт. А еще в лекционный зал и ординаторские комнаты 57-й больницы. У мониторов молодые специалисты. С аудиторией есть обратная связь. Такой вопрос. А какие сроки тренирования мочевого пузыря уротральным катетером? Новый формат онлайн-лекций предложили сами врачи. Столичные клиники оснастили новейшим оборудованием. Чтобы работать на нем, лучших врачей отправили учиться за границу. Теперь они, в свою очередь, делятся опытом с коллегами. Мы уже накопили опыт проведения этих методик. И теперь сами можем стать обучающими базами для проведения мастер-классов по специальности мурологии, гинекологии, онкологии. В Боткинской больнице покажут операции, которые делают роботы. В 67-й проведут лекцию по спинальной нейрохирургии. В Морозовской по неонатологии и анестезиологии. Онлайн-курсы, технология не только наглядная, но еще и удобная. Не нужно ехать на конференции в другие города. Врачи заранее предупреждают, где, во сколько и по какому профилю будет проходить операция и как ее посмотреть. Медикам рассылают СМС-сообщения. Сохраняется запись и в любой момент можно подчеркнуть какую-либо информацию. Если что-то забыло, если что-то не вспомнило, не обязательно лезть куда-то, куда-то ехать. Можно просто открыть и все это посмотреть. Врачи берутся за тех пациентов, которым раньше ставили диагноз, неоперабелен. Нарушение ритма сердца, свертывание крови теперь не помеха. С помощью биполярной электрохирургии удаляют только опухоль, а не орган целиком. Некоторые виды опухолей просто не видны. Даже с помощью эндоскопа хирург может оставить островки клеток, случится рецидив. Вот чтобы этого не произошло, во время операции вводят специальное краще вещество. Оно подсвечивает и саму опухоль, и пораженные ей участки. Некоторые операции по урологии и вовсе делают без единого надреза. Через мочи и спускательный канал вводят тонкий провод. На его конце находится лазер. Он буквально выпаривает опухоль. После такой операции пациента выписывают уже через 2-3 дня. МОСГОРСБЕРКОМ сегодня зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянку. Теперь в течение 30 дней активистам надо собрать порядка 140 тысяч подписей в поддержку идеи. Затем будет назначена дата общегородского референдума. Напомню, накануне эту инициативу поддержала МОСГОРДУМА. Сейчас монумент находится в парке Музеон. Идея вернуть Железного Феликса на Лубянку вызвала бурную дискуссию. Теперь противников и сторонников идеи рассудят голосование. Его славное прошлое скрылось за мрачным настоящим. Дом Пороховщикова на Арбате превратился в ночлежку для бездомных. Деревянный особняк, в котором известный актёр мечтал сделать музей своих предков, теперь заполняется пустыми бутылками, шприцами и другими отходами жизнедеятельности нынешних обитателей. Слово Шушан Меносян. Здесь пахнет совсем не история. Шприцы, бутылки, окурки, памятник деревянного узодчества федерального значения. Дом Александра Пороховщикова, который находится прямо на пересечении с Арбатом, превращается в настоящую помойку. Бомжи тут бывают? Да, 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 это бывает. Часто бывает? Практически всё время. Конечно, это ненормально. Совершенно ни одному нормальному человеку это не должно понравиться. Мусор, грязь, очень неприятно ходить здесь. В доме, судя по всему, кто-то бывает. Окна и форточки в подвале почти все открыты, на третьем этаже ещё и блестят. Их, видимо, кто-то не поленился помыть. То, что в доме есть постоянные обитатели, подтверждают и эти ничем не прикрытые остатки жизнедеятельности. Такую красоту нельзя забрасывать. Это памятник. В особняке, построенном в 19 веке, известным меценатом Александром Пороховщиковым бывал весь цвет аристократии. Здесь пел Фёдор Шаляпин, играл на рояле Сергей Рахманинов, жил философ Сергей Трубецкой. В советское время в особняке размещались квартиры, детский сад, госучреждения. В 90-е здание превратилось, как и сейчас, в ночлежку для бродяг. И чудом уцелело. Дом три раза поджигали. Новую жизнь особняку дал правнук его первого владельца, актёр Александр Пороховщиков. В 95-м взял особняк в долгосрочную аренду у города и начал его восстанавливать. Там даже вот нельзя было шпингалет заменить на окнах. Обязательно должен быть только такой, какой был раньше. И вот это он всё заказывал, всё это ему делали, всё это привозили. В общем, он там столько сил вложил. Пороховщиков открыл здесь музей, в котором и жил со своей супругой Ириной. Но после их смерти в 2012-м году о памятнике словно забыли. Безответственное безобразие, то, что на сегодняшний день происходит. Я считаю, что есть структуры, которые обязаны заниматься нашей исторической памятью. В департаменте имущества, которому особняк принадлежит, заявляет, что ответственности за его состояние не несут. Формально он всё ещё находится на балансе музея. Принято решение о том, что будем расторгать, возможно, договор безвозмездного пользования. Мы отправили письмо соответствующее в организацию с просьбой, если они согласны, подписать с нами соответствующий документ. Думаю, мы найдём общий язык с организацией. Однако подписывать договор и находить общий язык просто не с кем. Руководителем музея был сам Александр Пороховщиков, а единственным сотрудником его жена Ирина. Родственники Пороховщиковых получить музей в наследство просто не могут.